Кто такая Ника? Это же богиня победы. А еще это название баскетбольного клуба, где в команде играют спортсменки, умницы, ну и просто красавицы. Согласно местной легенде, песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» посвятили одной из участниц клуба. Вот интересно, но почему нельзя? Наверное, потому что такая красота не оставляет соперникам шансов. Сбросим у самой девушки. Раиса, привет! Рад тебя видеть. С чего началась твоя карьера баскетболистки? Вот в каком году? О, мне было 6 лет, и мои родители отдали меня на баскетбол, потому что моя сестра занималась баскетболом. Она тоже хорошо играла. Если бы не баскетбол, какой вид спорта? Волейбол. Волейбол, да? Да. Твой жизненный девиз, кредо. Никогда не сдаваться и идти к своей мечте. Это, наверное, первое. И просто радоваться жизни и наслаждаться моментом. Давай немного поговорим про твой режим. Вот с чего начинается обычный, там, простой тренировочный день? С чашки кофе. Без этого не могу проснуться. Далее. Завтрак, да? Вкусный завтрак? Не завтракаю. Вообще не завтракаю? Ну, иногда редко, но не люблю завтракать. Люблю вкусно покушать. Я первого вижу человека, который не завтракает в плане спортсмена. Все спортсмены говорят, надо завтракать. Вообще не завтракать. Мне всегда это говорит наш тренер. Надо завтракать. Во, он нас не слышит. Когда тяжело идти на тренировку? Когда вообще тяжело вставать? Чем себя бодришь? Вот как себя бодришь? Что все это происходит не напрасно. И это стимул для будущих побед. Когда нет тренировки, как ты отдыхаешь? Как проводишь время, твой досуг, влечение? Ой, ну как все девочки в салоне красоты. Да. Мне кажется, это чаще происходит на выходном, потому что у нас больше времени. Вот. А так, это, конечно, вкусно покушать. И куда-нибудь сходить. Причем стройная фигура, друзья. Ну, да? Спасибо. Да. Я втягиваю часто живот в просто камеры. Я тоже. Как настраиваешь себя перед игрой? Вот, например, ты проснулась такая, так, все, сегодня игра. Как настраиваешь? Переживаешь, волнуешься, нервничаешь? Ну, мне кажется, для каждого спортсмена игра это какой-то нечто праздник. Ты уже просыпаешься с таким настроением, к которому тебе хочется идти тренироваться. У нас просто часто тренировки перед играми еще утренние. Вот. И когда ты приходишь, ты просто отключаешься немножко и уже настраиваешься на игру, на победу. Что чувствуешь ты, когда выигрывает твоя команда? Первым делом я горжусь своей командой и каждый матч, который мы выигрываем, потому что мы через многое проходим. Тяжелые тренировки. И сейчас, на данный момент, нас очень мало народу, мы очень устаем. И когда у тебя за твоими плечами большой труд, наверное, каждый из нас первым делом-то гордится. Во-вторых, мне как бы нравится наша атмосфера зала. И мне приятно ощущать, что каждый болельщик, который нас поддерживает, вот, хочу сказать спасибо. И поэтому такая радость за весь город и за всю республику Коми. За то, что мы можем показать, что мы должны быть где-то выше и заслуживаем побед. Сколько, кстати, у вас идет тренировка? Вот мы сейчас с тобой разговариваем, твоя команда как бы тренируется. У тебя вопросов не хватит. У тебя не хватит вопросов, мы тренируемся 2 часа. Что нужно сделать для того, чтобы быть здоровым, сильной, сильным и такой же красивой, как ты? Давай, нашим телезрителям такой некий совет. Первое. Нужно заниматься спортом. Друзья, спорт это наше самое. Посещать баскетбол, получать позитивные эмоции, чтобы чаще улыбаться. А улыбка это вся красота. И, наверное, когда люди просто действительно счастливы, они уже красивые, горят глаза. И просто хочу пожелать вам ярких эмоций, побольше спорта. А, правильное питание, между прочим, тоже важно. Спасибо тебе огромное. Побед, новых достижений. Ты молодец. Спасибо большое. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!